Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия барабанных сушильных установок. Барабанные сушильные установки широко применяются в пищевой промышленности для сушки сыпучего сырья. Зерна, жома, муки, крахмала и других. В начале видео кратко рассмотрим классификацию барабанных сушильных установок, а потом рассмотрим устройство и принцип действия некоторых барабанных сушильных установок. Кондуктивный способ сушки материалов. Основывается на передаче тепла материалу при соприкосновении с горячей поверхностью. Воздух служит только для удаления водяного пара из сушилки, являясь влагопоглотителем. Коэффициент теплоотдачи при этом способе значительно выше, чем при конвективной сушке и составляет от 170 до 180 ватт, деленное на метр в квадрате кельвин. Контактная сушка пищевых материалов имеет ограниченное применение. На кондуктивном способе сушки основаны вальцовые сушильные установки. Он отличается высокой интенсивностью и экономичностью. На 1 килограмм испаренной влаги затрачивается всего 1,3-1,4 килограмма пара. Барабанные сушилки. Барабанные сушилки получили широкое распространение для сушки различных сыпучих материалов. Зерна, жома, сахара, травяной муки, соли, угля, песка, руды, глины и прочего. В пищевой промышленности и сельском хозяйстве применяют сушилки барабанного типа как стационарные, так и передвижные. К стационарным барабанным сушилкам относятся сушильно-охладительные установки СБУ-1 для сахара песка, сушилка СБА-1 для молочного сахара, установки А2ПСА для высушивания отжатого жома, зерносушилки СЗСБ-8 для зерна, 1 и 2 барабанные сушилки для семян подсолнечника, агрегаты АВМ для сушки витаминной муки. К передвижным барабанным сушилкам относится зерносушилка ЗСПБ-2,5. Основным элементом барабанных сушилок является горизонтальный или чуть наклоненный, вращающийся с частотой от 2 до 6 оборотов в минуту цилиндрический барабан, внутри которого перемещается подлиннее и сушится продукт. Внутри барабана в зависимости от высушиваемого продукта устанавливают различного типа насадки или продольные лопасти, способствующие интенсификации процесса сушки. Основной характеристикой барабанных сушилок является влагонапряжение объема барабана, то есть количество испаренной влаги с кубометра объема барабана. Величина влагонапряжения зависит от типа, степени заполнения и частоты вращения барабана, теплофизических свойств и размеров продукта, а также от температуры, влажности и скорости движения агента сушки внутри барабана и составляет от 6 до 44 килограмм испаренной влаги на кубометр в час. Удельный расход теплоты составляет от 5230 до 12,5 тысяч килоджоуль на килограмм испаренной влаги. Расход электроэнергии от одной тысячной до двух десятых киловатт-час на килограмм испаренной влаги. Барабанная сушильно-охладительная установка СБУ-1 предназначена для сушки и охлаждения сахара песка. СБУ-1 состоит из вращающегося барабана опорно-приводной станции, загрузочной головки, двухкиподвижных кожухов, трубы с дефлектором для отсоса отработавшего горячего воздуха. Барабан-8 представляет собой стальной перфорированный цилиндр длиной около 10 метров, наклоненный в сторону движения сахара. В передней части барабана имеется распределительная царга-2 длиной 550 миллиметров, внутри которой вварено 10 лопаток, расположенных под углом 45 градусов к образующей. Царга обеспечивает равномерное распределение сахара, поступающего из загрузочной головки-1. К торцу распределительного устройства по периметру крепится 24 секции фигурных лопаток, 8 по окружности, 3 в длину. Для увеличения жесткости секции и предотвращения прохода воздуха вдоль секции между фигурными лопатками ставят поперечные перегородки. Конфигурация лопаток обеспечивает возможность прохождения воздуха внутрь корпуса и в то же время не дает сахару просыпаться наружу. В конце барабана на фланце крепится сетовая часть 9 корпуса, предназначенная для отделения комков сахара. На центральную часть перфорированного барабана надевают кожух, состоящий из крышки и днища. По краям кожуха в специальных обоймах крепят кольцевые уплотнения из прямоугольного резинового шнура, препятствующие выходу воздуха в атмосферу. Кроме того, с двух сторон барабана имеются продольные уплотнения, обеспечивающие подачу воздуха только к сахару в барабане. На кожухе имеется 4 патрубка для ввода горячего и холодного воздуха. На концевую часть барабана также ставят неподвижный кожух, имеющий сбоку патрубок для подачи холодного воздуха. И на торцовой стенке патрубок для отсоса отработавшего воздуха. На той же торцовой стенке крепят трубу, проходящую через барабан, до зоны горячего воздуха. Труба служит для отсоса воздуха. В нижней части кожуха имеется желоб 11 для сухого охлажденного сахара песка и желоб 12 для вывода комков. Сушильный барабан приводится в движение с помощью опорно-приводной станции. Сахар, загружаемый в аппарат через загрузочную головку и царгу, равномерно распределяется по фигурным элементам внутренней поверхности барабана и располагается сегментом, образуемым углом естественного откоса. Именно эта зона отделена продольными уплотнениями, обеспечивающими подачу воздуха только через слой сахара. Кроме интенсификации процессов влага и теплообмена, такой метод подачи воздуха способствует образованию псевдоожиженного слоя, поддерживая кристаллы сахара в полувзвешенном состоянии, что предохраняет их от истирания. Горячий воздух подается через первые два патрубка по ходу сахара, холодный через два последних. Средний патрубок может быть использован или для горячего, или для холодного воздуха, что соответственно меняет длину сушильной или охладительной зоны. Разделение отсоса горячего и холодного воздуха предотвращает возможность образования конденсационных паров и завихрений, повышающих скорость воздушного потока, в результате чего возможен унос кристаллов сахара. В целях предотвращения запыления помещения нагнетание и отсос воздуха рассчитаны таким образом, что внутри барабана поддерживается разрежение. Барабанная сушилка СБА-1 непрерывного действия предназначена для сушки молочного сахара. СБА-1 состоит из электропривода, питателя, сушильного барабана, разгрузочного устройства, фильтра и подогревателя воздуха. На каркасе, сваренном из уголковой стали, крепятся все основные узлы машины. Привод сушилки, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с частотой вращения 1420 оборотов в минуту и червячный редуктор, которые соединены пальцевой муфтой. Питатель представляет собой бункер, в котором размещены два верхних и один нижний ворошители и шнек подачи молочного сахара в барабан. Ворошители и шнек получают вращение от выходного вала редуктора через цепную передачу. Сушильный барабан опирается на катки, установленные на каркасе. Барабан получает вращение от электропривода через зубчатую передачу с передаточным отношением 8,45. Ведомое колесо, которое насажено на барабан. Сушильный барабан состоит из трех барабанов цилиндрической формы – переднего, среднего и заднего, различающихся формой лопаток, приваренных внутри барабана. Лопатки способствуют пересыпанию продукта и продвижению его к разгрузочному устройству. Снаружи сушильный барабан обшит листовой сталью. Наружная обшивка барабана и слой воздуха, находящийся между внутренним корпусом барабана и наружной облицовки, служат теплоизоляцией. Лабиринтные уплотнения, расположенные с обоих торцов барабана, препятствуют подсосу холодного воздуха, но не мешают вращению. В конце подвижного барабана расположен неподвижный барабан, под нижним патрубком которого находится разгрузочное устройство. Оно представляется собой бункер, в нижней части которого вращается ротор с лопастями. Ротор получает прерывистое движение от кулачка, установленного на вращающемся барабане через хараповый механизм. В фильтре шесть фильтрующих рукавов из-за фильтра диагонали. Рукава закреплены на плите, которая в свою очередь смонтирована на подвижном штоке. В конусной части корпуса фильтра имеется заслонка, которая удерживается в закрытом положении грузом. Подогреватель воздуха состоит из двух колориферов с площадью нагрева не менее 64,8 квадратных метров выходного патрубка и заслонки. Между колориферами проложен стальной лист для удлинения пути прохождения воздуха. Центробежный вентилятор присоединен к выходному патрубку, расположенному в верхней части фильтра. Для поддержания необходимой температуры внутри сушилки применен дистанционный регулятор температуры прямого действия, например, R1-25. Технические характеристики зерносушилки СБА-1 представлены в таблице на слайде. Стационарная барабанная зерносушилка СЗСБ-8 предназначена для сушки различных зерновых культур любой степени влажности и засоренности без предварительной их очистки. На масложировых комбинатах зерносушилку устанавливают в здании на таках и возле складов на хлебоприемных предприятиях под навесом. Управление всеми элементами сушилки дистанционное. На верхней стенке загрузочной камеры имеется патрубок, соединяющий ее с трубопроводом подачи агента сушки. Дно камеры конусное и заканчивается клапаном-мигалкой, через который может удаляться излишек сырого зерна. На передней стенке имеется отверстие для термометра. К задней стенке приварен фланец из уголка, к которому крепится уплотнение сушильного барабана. На передней и боковой стенках имеются люки со съемными крышками. Сушильный барабан 2 шестисекционный с подъема на лопастной системой внутреннего устройства. Крестовина съемная из четырех частей. В передней конусной части барабана шесть винтовых дорожек, подводящих материал к секторам. Винтовые дорожки в конце барабана предназначены для отвода зерна. Сушильный барабан заканчивается конусным патрубком, к наружному фланцу которого присоединено съемное подпорное кольцо с шестью люками и имеет два бандажа, которыми опираются на металлические ролики, приводящие барабан в движение. Зерно выгружается непрерывно при помощи шлюзового затвора, установленного в конце конусного днища разгрузочной камеры. Охладительная колонка вертикальная, образованная из двух концентрических цилиндров, нижняя часть которых перфорирована, верхняя сплошная. Кольцевое пространство между цилиндрами служит емкостью для зерна, в которой происходит его охлаждение благодаря просасыванию воздуха. В верхней части внутреннего цилиндра присоединен всасывающий патрубок вентилятора, который отводит отработавший воздух. Дно колонки конусное и заканчивается шлюзовым затвором, который работает периодически. Включение осуществляется датчиком верхнего уровня зерна, когда зерно достигает максимального уровня. По сигналу датчика нижнего уровня затвор выключается. Охладительная колонка установлена на станине, в которую вмонтирован бункер для накапливания зерна. Зерно поступает через загрузочную камеру. Сушильный барабан зерносушилки СЗСБ-8, где лопатки барабана и крестовины подхватывают зерно и поднимают его вверх. Затем оно ссыпается вниз. При каждом таком ссыпании под действием воздушного напора и подпора загрузки зерно перемещается вдоль барабана. Агент сушки, проходя через барабан, омывает ссыпающийся с полок материал и высушивает его. Зерносушилка работает под разрежением в избежании утечки агента сушки через неплотности. Сочленение вращающегося барабана с загрузочной и разгрузочной камерами осуществляется через скользящие лабиринтные уплотнения. Подпор на выходе из сушильного барабана, выполненный в виде колодца с люками, служит для создания необходимого заполнения барабана. Люки открывают только по окончании сушки партии, для полного освобождения барабана от зерна. Техническая характеристика сушилки СЗСБ-8 представлена в таблице на слайде. Барабанная сушилка А2ПСА предназначена для высушивания отжатого жома с целью предотвращения потерь питательных веществ и повышения его транспортабельности. Сушилка применяется на свеклосахарных заводах. А2ПСА состоит из сушильного барабана, загрузочного устройства двух циклонов левого и правого с патрубком, двух вытяжных труб, топки, дымососа, выгрузочного устройства. Через загрузочное устройство в шнек подается отжатый жом температурой 50 градусов Цельсия, с содержанием сухих веществ 18-20%. Со шнека через патрубок загрузочной камеры жом поступает на перекидные лопатки барабана. Перекидные лопатки принимают жом и равномерно распределяют его по сечению корпуса. Высушивание производится топочными газами, получаемыми при сжигании мазута. Барабан устанавливают на роликах опорной и опорно-упорной станций. Он приводится во вращение от индивидуального привода через редуктор и открытую зубчатую передачу. С перекидных лопаток жом поступает на крестообразные насадки, предназначенные для увеличения его контакта с агентом сушки и для пересыпания с одной насадки на другую. И перемещается по всей длине корпуса барабана. Затем жом поступает в улитку выгрузочного устройства, где путем многократного пересыпания досушивается. Отработавшие газы через выгрузочное устройство отсасывается дымососом и через патрубок поступает в циклон. Здесь сухой жом отделяется, а газы уносятся в вытяжную трубу. Каждый циклон имеет свою вытяжную трубу. Техническая характеристика сушилки А2ПСА представлена в таблице на слайде. Непрерывно действующая барабанная сушилка А1ИФИ. А1ИФИ изначально предназначалась только лишь для получения кормовой муки из отходов филофоры, йодка. Но потом ее стали использовать для производства кормовой витаминной муки из обычных кормовых трав. Установка состоит из следующих основных узлов. Теплогенератора 1, транспортера, сушильного барабана 2, циклона сухой массы 3, системы дробления и отвода муки 4, весовой установки 5 и зашивочной машины. Сушка производится смесью топочных газов с воздухом. Материал подается в барабан транспортером 1. Толщина слоя устанавливается битером 7. Передвигаясь в потоке теплоносителя и перемешиваясь с ним, масса постепенно высыхает, а сухие частицы потоком теплоносителя выносятся в большой циклон сухой массы, в котором отделяется от агента сушки и через дозатор 14, минуя отборщик тяжелых частиц, поступает в дробилку 15. Отработавший теплоноситель через выхлопную трубу вентилятора циклона сухой массы выбрасывается в атмосферу. Измельченная сухая масса через сменное решето потоком воздуха, создаваемого вентилятором, подается в малый циклон 4, где отделяется и пройдя через дозатор этого циклона шнеком 3 подается на автоматические весы 2. Техническая характеристика сушилки А1 и Фи представлена в таблице на слайде. Сушилка R3 ЧСС непрерывного действия предназначена для сушки сена, а также соли и мела на предприятиях комбикормовой промышленности. Состоит из трех основных частей – сушильный, очистительный и транспортирующий. В сушильную часть входят топка 9, передняя и задняя камеры и сушильный барабан 7, которые смонтированы на раме. К очистительной части относят всасывающий фильтр 8 и батарею циклонов 1. Транспортирующая часть представляет собой два транспортера 2, которые работают на загрузке и разгрузке сушилки. Топка сушилки изготовлена из жаростойкого листового материала, работает на жидком топливе, поступающем в горелку самотеком. Смесительная камера оборудована рычажной системой блокировки дросселей. Боковой патрубок соединен с задней камерой, верхний – с дымовой трубой. При работе сушилки дроссель-клапан дымовой трубы закрыт. В период розжига топки открыт. Блокировка предусмотрена одним рычагом. Распыливается топливо потоком воздуха от вентилятора, который смонтирован на раме сушилки. Задняя камера 10 установлена рядом с топкой и служит для подачи агента сушки в барабан. В передней стенке камеры имеется блок со съемной крышкой. Конусное дно камеры заканчивается клапаном-мигалкой, через который излишек материала удаляется из камеры. Сушильный барабан 7-6 секционный с подъемно-лопастной системой. В передней части барабана 6 винтовых дорожек, подводящих материал к секторам. Такие же дорожки в конце барабана служат для отвода материала. Барабан заканчивается конусом, к торцу которого прикреплено съемное кольцо с шестью лючками. Барабан опирается на четыре пары приводных и опорных роликов. Передняя камера 3 служит для отвода отработавшего агента сушки и вывода просушенного материала через затвор, расположенный внизу камеры, на разгрузочный транспортер. Для изменения скорости прохождения продукта вдоль барабана на двух опорах предусмотрены специальные регулирующие винты. Привод сушилки от двух электродвигателей. Один для вентилятора топки, другой для сушильного барабана. Кроме того, электродвигатели установлены на батарее циклона, всасывающем фильтре и вентиляторе. Продукт по загрузочному транспортеру через трубу поступает на винтовые дорожки барабана, перемещается по всей его длине и омывается агентом сушки, проходящим по сечению барабана параллельно. По мере высыхания наиболее тонкая фракция продукта переходит во взвешенное состояние и продолжает движение вместе с агентом сушки. Пройдя барабан, высушенный продукт через затворы передней камеры поступает на разгрузочный транспортер. Агент сушки при помощи вентилятора высокого давления и стопки через заднюю камеру поступает в сушильный барабан. Омывает влажный продукт, подсушивает его и, захватывая наиболее тонкую фракцию через переднюю камеру, по воздухопроводу поступает в батарею циклона и фильтр. Здесь частицы продукта осаждаются, а воздух вентилятором удаляется в атмосферу. В начальный период пуска необходимо следить за тем, чтобы не было преждевременной подачи топлива до зажигания свечей, что может вызвать взрыв. При внезапном затухании или срыве факела, когда не срабатывает прибор контроля факела, следует прекратить подачу топлива, устранить неисправности и после продувки топки и выжигания факелом топлива в камере приступить к повторному розжигу топки. Технические характеристики сушилки R3-CSS представлены в таблице на слайде. Сушилка универсальная передвижная SZPB 2.5. Предназначена для сушки зерновых, зернобобовых и крупяных культур любой влажности и засоренности. Сушилка непрерывного действия с односторонней подачей агента сушки. Основные узлы сушилки это рама с колесным ходом 14, топка 1 с системой питания, 6-секционный сушильный барабан 10 с подъемно-лопастной системой, охладительный барабан 13, вентиляторы барабанов сушильного 6 и охладительного 4, разгрузочный бункер со шнеком 12 и передняя камера 11. Управление работой сушилки автоматическое. Топливом служит керосин, смесь керосина с моторным топливом или печное бытовое топливо. Технические характеристики передвижной барабанной сушилки ССЗ-ПБ 2.5 представлены в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели классификацию, устройство, принцип действия и технические характеристики барабанных сушильных установок для сыпучих пищевых продуктов. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!